В Барнаул приехали сертифицированные тренеры, но обучать им предстоит не спортсменов, а педагогов алтайских школ. Школы сельские. Именно туда будет направлено суперсовременное российское оборудование, пользоваться которым и собираются научить педагогов. А в гостях у нас сегодня один из тренеров, москвич Александр Мерщиев, учитель высшей категории, кандидат биологических наук. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Татьяна. Рад вас видеть. Тренер по современной педагогической технике. Вот я могу вас так назвать? Конечно, можно назвать, но здесь речь не о том, что тренеры приехали. Здесь речь о том, что не только научить пользоваться оборудованием, научить творить с этим оборудованием. Там широкий потенциал, и вот об этом мы поговорим. Да, а что за техника вообще? Как давно она появилась? Это же российская техника, да, на вооружении российских педагогов. Ну, вы знаете, идеи о том, чтобы снабдить школы этой техникой появились давно. Я помню, это, наверное, лет 10 назад. Тогда президентом был еще Дмитрий Медведев, да? И он нам говорил о том, что школы, все школы России будут снабжены современным цифровым оборудованием. Прошло время, и это сейчас происходит. Этот процесс неостановимый. Это широкий процесс. Понятно, он длительный, но он дает и новые возможности. Но это российское же оборудование. То есть у нас раньше такого не производили, и как это вообще случилось? Сейчас, понимаете, прогресс очень быстрый, поэтому элементная база становится совершеннее, она дешевеет. И, естественно, появляются возможности, и в том числе экономические возможности у страны, снабдить школу этой современной базы для новых возможностей образования, учитывая, что у нас высокая планка войти в топ-10 стран по уровню образования в мире. Ну, я надеюсь, когда-нибудь это будет. Сложно ли вам вот самому было на этой технике работать? Когда вы начали на ней работать? И вот вы мне до начала сказали, что вы со школами Москвы каким-то образом сотрудничаете, и там ее опробуете. Да, но здесь такая была длительная история работы с этой техникой. Прежде всего, да, в Академии просвещения у нас есть, так скажем, школы очень близкие нам, дружественные. Мы какое-то оборудование, которое берем у производителей, сначала опробуем в школах. Как заходит этот учебный процесс? Какие есть недостатки у оборудования? Мы держим связь с производителями, чтобы вносить улучшения и понимать, как это лучше использовать. И тогда уже занимаемся поставкой оборудования и обучением как раз тренеров-педагогов. Моя история была более давняя. Это шестилетняя история, можно сказать, когда это оборудование стало вводиться в Москве как в пилотном регионе, где произошел быстрый переход на обучение по ВГОС. И, соответственно, были проекты медицинский класс в московской школе, инженерный класс в московской школе. И это оборудование пошло. Я прекрасно помню этот момент, когда оборудование на миллионы рублей приходит в школу, и учителя теряются. В шоке. Конечно. Это ответственность, понимаете. С одной стороны, с другой стороны, понятно, нетрудно разобраться, как включить кнопку, как нажать пуск, чтобы там цифровой датчик заработал, начал собирать эти данные. Но совершенно другой момент, как это ввести внутрь образовательного процесса, как изменить сам урок, какие должны быть с этим оборудованием урочные демонстрации, урочные эксперименты. Вот вы немножко попозже давайте мне об этом расскажете. Вот эта техника вся суперсовременная, да, мы еще поговорим, какая, что это за техника. Конечно, конечно. Она поступит в сельские школы, да, и поступит в так называемые точки роста. Вот не все знают, что такое точки роста. Можете вот в двух словах рассказать? Да, конечно. То есть это региональные центры, которые позволяют, снабдив школы оборудованием по естественно-научному, технологическому направлению, открыть возможности, с одной стороны, углубить и расширить предметное образование, а с другой стороны, дать то, чего мы обычно не можем дать в сельских школах, дать широкие возможности дополнительного образования детей в сельских школах, в небольших городах. То есть ребята смогут сделать уже в школе вот такие профессиональные пробы, чтобы лучше понять, куда им дальше пойти в жизни, и при этом приобрести современные навыки, современные компетенции, работы вот с этим высокотехнологичным оборудованием. Вообще вот что это оборудование может дать сельским школам? Ну, мы можем здесь говорить по разным направлениям. Скажем, это, конечно, и цифровые лаборатории, и там микроскопическая техника, и оборудование технологическое. Ну, возьмем такой вот, как пример рассмотрим, цифровые лаборатории. Вот я видела цифровую лабораторию здесь у нас, да, в центре. Мне кажется, ну, такой чемоданчик, и там столько всего. Мне кажется, сложно разобраться или просто. Ну, вот мы с педагогами будем в этом разбираться. На мой взгляд, разобраться с этим несложно. Вот, как вы говорите, кнопочку нажал, и все, да? Еще проще будет разобраться ребятам, ученикам, потому что это те пути, которыми они ходят. Они привыкли работать с гаджетами, с различными устройствами. Наш вопрос, педагогический вопрос, как это использовать? И, соответственно, цифровые лаборатории, представьте себе, мы можем в сельских школах ставить опыты по выращиванию растений, мы можем определять плодородие каких-то полей, даже приусадебных участках, где чему лучше расти, например. И все с помощью маленькой вот этой лаборатории. С помощью цифровых датчиков. Естественно, что для того, чтобы учителям помочь правильно использовать, недостаточно только вот этой встречи. Эта встреча – это импульс, который поможет учителям работать. Но, помимо этого, нужна и более серьезная поддержка. Именно поэтому в рамках как раз федерального проекта «Современное образование» для точек роста и для школьных кванториумов, и для IT-кубов разработаны методические пособия. И о них тоже будем завтра говорить на форуме, в которых прописано, как использовать оборудование. И вот здесь важный вопрос. Чтобы оно не лежало, да? Может же такое быть? Приехало оно в школу, это оборудование, и куда-то на полочку положили или нет? Или это невозможно? Я должен сказать вам честно и откровенно, мне приходилось видеть самые разные школы, и московские школы, и школы в регионах, где оборудование используется, скажем так, далеко не на 100% эффективности. Есть, где учителя страшатся его использовать, им сложно переступить какой-то психологический рубеж. То есть, несмотря на то, что они обучились, все равно? Да, есть такие варианты. Но, естественно, что здесь вопрос в том, что как раз и необходимо учителям дать эту методическую помощь. Именно поэтому мы и встречаемся, чтобы учителя потеряли вот эту боязнь перед использованием нового оборудования. Мне кажется, сельским учителям еще сложнее. Вот вы приезжали, обучали химиков, да, и биологов. Совершенно верно. А здесь-то, ну вот из села они, ну, наверное, все-таки учебник и все. Еще же интернет не везде есть, а без интернета это работает? Да, да, это работает без интернета. И вот здесь как раз вопрос в том, чтобы наши встречи здесь, в Барнауле, они были не теоретические, да, вот не методические, чисто вот в таком абстрактном ключе, а чтобы это была конкретная встреча с работой с датчиками, с оборудованием, понять, как это запустить сразу в учебный процесс уже в этом учебном году и получить первые результаты. То есть это не то, что вы встали и с кафедрой вещаете, вы берете и разбираете эту цифровую лабораторию и смотрите, как это все происходит. Да, вот именно, руками надо попробовать, то есть сказать нужно словами, нужно показать, нужно, чтобы человек понял, как это работает, и тогда он сможет это применять. Поняла. А экзамены какие-то будут, вот педагоги будут задавать экзамены. Вот ты молодец, ты обучился, нет? Здесь... Пока просто. Не знаю, я могу ли вообще раскрывать какие-то глобальные интриги, но наверняка, да, и в Академии Минпроса существуют свои планы на то, как дальше помогать учителям уже по всей России работать с этим оборудованием. Наверняка будет востребован тот опыт педагогов, который они сами смогут предложить с этим оборудованием. Их методические разработки. И здесь, конечно, это перспективное современное направление. Ну, мы уже немножечко поговорили, да, о том, что можно с помощью этого оборудования делать. И все-таки, что нового может появиться на уроке у педагога, если он использует вот данное оборудование? Да, вот это, кстати, очень хороший вопрос. Мы обычно представляем так, вот какой-то датчик появился, такая волшебная коробочка, она может какие-то величины нам измерить. Мы там, например, проект или исследование школьное какое-то сделали с помощью этого. В действительности оборудование позволяет совершенно по-новому построить сам учебный процесс. Первое. Самый первый такой и важный уровень. Мы можем изменить обычные уроки, ввести в них демонстрационный эксперимент по химии, по физике, по биологии. Это первое. Прямо обычный урок меняется. И о таких вещах, о таких находках мы будем говорить с педагогами. Ну, вот какой-то конкретный прям пример. Да, конечно. Вот представьте себе, да, прям ботанический пример. Вот в школе изучаются, скажем, опыты, там, Пристли 18 века, как он открыл фотосинтез, там, под колпаком держал мышь, она дышала, потом задыхалась, понимаете. Потом он помещал растения, растение фотосинтезировало, мышь была жива. Мы такой опыт поставить в школе не можем. Просто показываем картинку в учебнике или на презентации. Здесь мы можем взять растение, на него надеть пакет, поместить цифровые датчики и смотреть своими глазами, как меняется... И мышь тоже взять? Достаточно растения. У Пристли датчиком была живая мышь. У нас появляется цифровой датчик, который не умрет, да, который там не виляет хвостиком, но который покажет очень быстро, как меняется концентрация углекислого газа или кислорода в атмосфере внутри вот этой установки. И это все на одном уроке. Таких вариантов, таких очень много. Ну понятно, мне хотелось хотя бы один пример, но он, да, любопытный. Это первый, самый простой уровень, это изменение уроков за счет вот таких интересных демонстраций. Второе, это лабораторный практикум. Сами лабораторные работы с помощью цифрового оборудования становятся, ну, они более интересны, потому что мы получаем цифровые данные. А с другой стороны, они позволяют, цифровые датчики, сделать саму лабораторную работу более быстрой. А значит, у нас появляется свободное время, которое в программном обеспечении к этим датчикам на обычных устройствах позволяет провести, например, статистическую обработку результатов, построить графики в Excel. Более того, мы можем установить программное обеспечение для цифровых лабораторий на компьютере, на ноутбуке в школе. Мы можем установить это программное обеспечение и на обычном телефоне учителя, даже ученика. То есть, другими словами, это существенно расширяет возможности, в том числе и для сельских школ, потому что, ну, современные устройства, сами понимаете, как маленькие компьютеры. Да, ну вот мы уже, а еще не договорили вы. И третье, извините, да. И третье, это, конечно, новые возможности для проектной и исследовательской работы школьников. Вот они, три таких важных уровня. Поняла. Вот при реализации любой программы, да, существуют определенные риски. Ну, мы уже говорили там, да, что риски тоже есть. Какие риски вы видите при реализации вот программы образования? Да, вы знаете, риски, конечно, есть. И мы в любом проекте всегда предусматриваем их. И здесь эти риски связаны, конечно, с тем, как это оборудование будет освоено, как оно будет запущено в учебный процесс. Речь идет как раз о настрое педагогов. Вот представьте себе, мы обычно представляем себе, у нас обычно следующее представление, что если государство что-то делает, то есть оно вот нас обеспечивает какими-то новыми возможностями, то мы можем их использовать, можем не использовать. Но если новые возможности появляются, это еще и ответственность для нас. Ну, вот представьте, как вводят по всей России сортировку отходов, да, вот пластиковые, бумажные, стеклянные. От человека зависит, будет он пользоваться этим или нет. Ну да, у нас пока, мне кажется, еще народ с трудом, да. Да, да. Или, скажем, огромное рекреационное значение имеет Барнаульский ленточный борт для отдыха. Но, опять же, от нас зависит, будем мы там мусорить или не будем. Можно сколько угодно усилий власти принимать, чтобы чистить, очищать от мусора, но от нас зависит, в каком состоянии это будет. Так же и с современным оборудованием. От учителя зависит, будет ли оно использоваться. И это, конечно, риск. И вот этот риск мы постараемся минимизировать. Мне уже приходилось встречаться с педагогами Барнаула. Я вижу, что у людей загораются глаза. Им хочется это попробовать. Но нужно, конечно, расширять масштаб вот этих встреч. Поняла. А вот есть ли перспективы у проекта, да? Ну, вы уже говорили о перспективах. Допустим, вот внедрено оборудование, разработаны методические рекомендации. Что дальше? Да, здесь, ну, первое, это, конечно, начинать использовать. В методических рекомендациях и даны конкретные сценарии уроков, лабораторных работ, демонстрационных экспериментов, как это начать использовать в конкретных темах там. Но полка в точках роста не используются они еще? Вот это оборудование не используются? Есть, конечно, уже разработано как раз для точек роста. И, естественно, первое, с чего начнется, это как раз освоить это оборудование, попробовать по тем сценариям, которые уже подготовлены опытом многих учителей России, попробовать с учениками, как это работает. А вот после этого откроется уже следующий уровень творчества педагогов, когда они поймут, где еще, в каких темах, в каких проектах можно это оборудование использовать с ребятами, у них появится собственное методическое творчество. Ну да, мы уже об этом говорили. Ну, собственно, это все, о чем я хотела узнать. Удачи вам и надеюсь, что действительно все получится. Большое спасибо, Татьяна, благодарю. А я напомню, что сегодня мы говорили с Александром Мерщеевым, учителем высшей категории, кандидатом биологических наук.